Мо, только ты, рыба моей мечты Здравствуйте подписчики и гости нашего канала Сегодня 24 октября 2018 года Как вы видите, я опять у воды Мы сегодня вновь на рыбалке Александр Васильевич приехал с утра Где-то, наверное, часов шести Он здесь пол шестого А я с ночного дежурства По понтонному мосту Сейчас пешком Буду идти к нему По телефону он мне сообщил Что уже один хвостик у него есть Мне кажется, вот он в районе сказал Все места наши прошлые заняты И он остановился на территории пляжа Мне кажется, даже вот там вдалеке я его вижу Ходит Но пока я еще на мосту Вот просто опускаю Камеру И мы смотрим То, что творится в воде Мост не пропускает И получается, течением вот это прибило к мосту Это вот весь тот хлам О чем я каждый раз говорю То, что все попадает в реку По всей вероятности я не смогла все убрать А больше никому это не надо И вот оно уже все у нас в воде Не кайф, да? Я тоже так думаю Итак Вернемся к рыбалке Погода сегодня Ну, я радуюсь Нашей осени Все задают вопросы А как? А не холодно? А не на воде? Вы видите На небе вообще просто вот Небо голубое-голубое Василькового цвета Кое-где вот там Сейчас может быть Какие-то элементы Облака есть А в общем-то погода Я даже не знаю Мне даже больше весну напоминает Деревья мы видим Немножечко начинают приобретать Желтый цвет Золотой осени Но в основном-то все еще в зелени у нас Напоминаю, конец октября Вот это нам нравится Рыбаки Их, как всегда, на мосту А где им быть? Если места на берегу заняты Ну, у них какая-то своя специфика Ловли с моста У них они здесь не на пеленгаса охотятся И селедку, говорят, до сих пор Можно вытащить, надергать Итак, идем К Александру Васильевичу Рыбешка Класс Так что На мой взгляд, как на рыбчика похоже Если вы знаете поточнее Напишите в комментариях Что поймал рыбачок Так, как он мне сообщил Что он На территории пляжа Что-то я не вижу Ни машины Нашей А, он машет Машет Это впереди еще Стоят Стоит рыбачок То есть мы, получается, не за аквапарком А даже и не перед аквапарком А рядышком Воды хочется сказать, что много Вчера в Ростове прошел дождь, теплый Но дождь И ветер был юго-восточный Мне, насколько помню Нет, юго-западный Да, юго-западный Дождь И нагнал водички Ладно Александр Васильевич Приветствую нашу обернала Вас приветствуют на рыбалке Александр Павлюков Ну и как у Александра Васильевича? Четыре уже О, даже четыре уже Две полторушки Может, даже побольше Они там, я так, на глаз И две таких килограммов Отлично Ну, воды много, да? Я вижу, вот это же все было Ну, как, вот это все у нас Камыши были без воды На прошлой рыбалке Первые две полторушки Ну, ладно Останавливаемся Лагерь у нас вот разбит Ладно Оставайтесь с нами И вы узнаете Вот же мы напротив Как всегда Красного Оксая А прямо за нами Находится аквапарк Поэтому Присоединяйтесь К нам И будем рыбалить вместе Ни чешуи нам, ни хвоста Только что я добралась До места Только что поприветствовали Хотела переодеться Во что-нибудь рыбальное 10 часов утра Сработал колокольчик Ну, что-то прямо идет хорошо Дойдет ли до берега Есть Не очень Большой Шел красиво Это Пятый Обзор На эту рыбалку Что же было приобретено Каждый раз Стулья, вы помните У нас Рогушки наполомались Мы еще Не приобрели Благо Здесь На зеленом Вот есть такие Лежаночки Как я говорю Полежать Но Без покупки У нас не обходится Ой, колокольчики Прямо везде срабатывают Но это у соседей Вот Вот такой Ящик Чемодан Нам Аптечкам Нужное дело Потому что Вот уже палец Поранили Уже Нужно Подлечиться И вообще В машине Должна быть Супер Аптечка Не дай бог Чтобы она Нам Надобилась Ну и без нее Как видим Не обходится Дело Да Ну Не успеваю Переодеться У ребят По соседству Тоже звенят Колокольчики Тоже тянут Видно Сегодня По луне Супер Пупер День Отмечу Что Ясный Солнечный На улице Тепло Это еще Александр Васильевич Просто мне кажется Не раздевался Некогда Некогда Он говорит Даже Раздеться Некогда Уже Вот я нахожусь Просто С ветерочком И это Вполне Комфортно Больше Одеваться И не надо Но если я И буду Одену Курточку Такую рыбальную Это только Чтобы не запачкать Свои вещи Вот Соседи При помощи Садка И есть И есть У них тоже Хвостик Ура Ура Всем Ни чешуи Ни хвостам Половина Двенадцатого Мы уже Начали Немного Скучать Как-то Колокольчики Подпритихли И вдруг Долгожданный Ведет? Хочет Александра Васильевича Запутать Так Что? Запутал Леску Сейчас будем Распутывать Но Шестой Сгреб Все в кучу Двенадцать часов По Москве Немного Рыба Все-таки Притихла С прыткостью С клевом Вот так Скажу я Что значит Осень Вот Полдесятого Я шла Небо было ясное Без единого Признака И уже Начали Сгущаться Тучки На улице Тепло Но после обеда Обещали У нас в Ростове Дождь Синоптики Вижу Не Ошибаются Ну мы Продолжаем Рыбалить Единственное Что Хочем Немножечко Сдвинуться Вот Ребята По правую По правую Сторону От нас Сматывают Удочки У них Хороший Улов В судочках Уже За ними Пришла Машина И мы Перейдем На это место Как бы По сравнению С наше место Мне показалось Здесь клюют Получше Может у них Все таки Каша Какая-то Другая Может еще Какие-то Свои Хитрости Но они Делились С нами Опытом Что-то там Передавали Александру Васильевичу На словах Вот Но народ Прибывает По левую Сторону Вот у нас Уже Ряд Рыбаков Стоит Они только Что подъехали Конечно Им тоже Ни чешуи Ни хвоста А мы Немножечко Если погода Видно Она на рыбу Тоже действует Давление Меняется Вот ветерок Вы слышите Поднялся И что оно Будет Посмотрим Мы сегодня Как бы Недолго Завтра У Александра Васильевича Рабочие Сутки А мне Еще Даже Сегодня В ночь Приступать К дежурству Поэтому Ну Наверное Максимум До пяти Часов Мы здесь Будем А если Не будет Клевать То наверное Еще Немножечко Пораньше Ну Оставайтесь С нами И все Мы узнаем Двенадцать сорок На новом Уже мы Месте Ну Новое Немножечко Сдвинулись В стороночку Александр Васильевич Вот он Вывел О И еще Одна Сразу Клюет Это у нас По-моему Была Восьмая А то Девятая Один за одним К этой Какой Рядом Которая За мной Доли Две 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Восьмая и девятая, а десятая еще... Это вот еще в руке, одна вот на земле валяется... Пришли разом... И это после слов попьем немножко чайка... Чуть-чуть, может поближе... Ну да, пришла... Но будем считать ее десятой... Потом-то мы все еще раз пересчитаем... Поэтому побегу ту возьму... И это вот еще у нас лежит... Где тут вся в песке замаскировалась... Три, еще вот одна лежит... То есть разом... События развиваются быстро... Кто пытается быстро поймать... Я, конечно, как помощник здесь... Все организовываю, подношу, выношу... Ну и естественно... Несмотря на то... Что мы сегодня на двух территориях... Ну она небольшая... Начиная от мужчины в красной шапочке... И до... И вот территорию до кустика... До этого... Я убрала... Потому что, думаю, надо пораньше... И в чистоте сидеть... И дождь начнется по грязи... Уже ходить особо не захочется... Практически мусора... Хочу сказать, нет... Или кто-то еще вместе со мной убирает... Или все-таки народ более сознательный... Проявляется... Мы видели... Я шла, когда на мосту... Сколько в Дону плавает бутылок... Получается, вот один мешок... И вот там... Подальше еще пакетик... Тут прямо около аквапарка... Мы уже знаем... Есть стационарный мусорник... Туда попозже я отнесу... Сама... Или Александр Васильевич мне поможет... Вот... Ну а так... Все... Будет чистенько... Люба дорого отдыхать... Когда все чисто... Но мы продолжаем рыбавить... Только десятого посадили... В садочек... Одиннадцатый... Запросился к нам... Я его чуть ли... Звенит где-то... Не могу понять где... Оно на дальней... Было... На дальнем спиннинге... Что-то идет... А не что-то... Одиннадцатый... В саду... Оно на дальней... В саду... В саду... В саду... В саду... Продолжение следует... Вынуть из воды 13.10 по Москве Александр Васильевич старается. И он есть. Я правда по счету, по-моему, 12. Подсказывайте мне. Хочется сказать, что это 13.00. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 13.00 и сразу же 14.00. И вот 15.00 поклевочка. 13.45 по Москве. Даже Александр Васильевич говорит, что хорошо идет, что покрупнее что-то будет. А мы сейчас посмотрим. Крупную еще надо уметь вытащить на берег. Бурлит. Или хочется нам покрупнее... Держи его! Держи его! Где мои перчатки? Держите его! Где были такие? Да! Держи его! Ой! Какая-то разорвалась! Да-да! Ты что? Ты что? У меня кляпа! У меня кляпа! Ты что? У меня кляпа! У меня кляпа! Ты что? Вот такой, герой! Пятнадцатый! Почти юбилейный и проколол мне руку. А вот двумя руками брали? Он высадил этот, и я хотела его схватить, и он мне прямо с шипами. Всю меня изранил. В двух местах. Два часа. Шестнадцатый. Пятнадцатый меня всю изранил, большой такой. На одной руке у меня была перчатка, на второй не было. Но этот маленький, этого я не боюсь. Но шестнадцатый. В два часа дня. Бегу его забирать. Даша! Семнадцатый просится. Конечно, радостная такая рыбалка. Мы любим такое. Тот еще шестнадцатый валяется на берегу. Дождемся семнадцатого. Вы с ночевкой, не? Нет. Ой, как хорошо. А вы-то уходите. Вон он. Самое правое. Шипут. Ну что? Я с ночевкой. Ушел. Сход. Передаем привет Светлане Щегловой. Светочка. Привет. В своих комментариях она нам сказала, что пеленгаса можно ловить и без всякой каши. Но как бы отойти от своего уже привычного метода страшновато. Но сегодня мы убедились. С нами вот по правую сторону уехали ребята. Они ловили без каши. Я говорю мужу, давай попробуем. А что нам даст, попробуем один спиннинг без каши. Но оказалось, что у нас там кормушка, это надо снасть переделать. А у нас кормушка, она уже имеет вес. Дальность полета сокращается от тяжести кормушки. И поэтому мы рассмотрим этот вариант. Попробовать без каши. Ну а сегодня вот продолжаем пока конечно ловить с кашей. А так большое вам спасибо за ваши комментарии. За то, что вы смотрите нас. За то, что вы нам даете дельные советы. Вот. Всем привет. Мы вас очень любим. Если я не ошибаюсь, это будет семнадцатый. Еще Александр Васильевич отлучался. Был хороший. Так, смотрим, смотрим. Да, есть. Была хорошая поклевка, но я не смогла вытащить из воды. Но пришел Александр Васильевич. Хотела как-то сказать. Умелец, умелец. Думаю слово подобрать. И взяли семнадцатого. Вот такие подарки мы сегодня получили. Ну, назовем они еще не подписчики наши. Но сказали, обязательно подпишутся на наш канал. Сергей. Сегодня мы познакомились с Сергеем. Он рыбалит в основном на Амура, говорит, и Сазанчиков. Вот. И вот поделился вот такими этими. Я думаю, в дальнейшем мы попозже тоже попробуем еще раз на Сазанов съездить. Но пока идет пеленгаз. А ребята, которые место сейчас заняли, отдали нам живого нериса. И немного каши прикорма у них осталось. Всем большое спасибо. Без пятнадцати три. Опять поклевка. Напишем. Очевидно. Хороший И это 18-й Я пошла за перчаткой Я его боюсь Давай, давай Вот это Хвостом бьет А что? Тут еще какая-то леска Это твоя леска Это мы поймали Так, смотрим, разбираемся Спутал большой Пеленгас Нас двоих Ну, нас видно сейчас на чем Три часа Девятнадцатый Хвостик Не хвост А хвостик Девятнадцатый К нам пришел Такая цифра у нас уже на одной рыбалке была Даже отцепился Шустренький такой Ну, какой есть Дождик, хочу сказать, периодически Вот такие тучки Он вроде как и не мешает Мы готовы Курточки одели Погода теплая Оно одели, если куртку Это не значит, что на улице холодно Я так вообще Мне кажется Ой, просто ее накинула Так что Пока рыбалка продолжается Александр Васильевич говорит До последнего червя До последнего червя Будем оставаться На берегу Пока часть мусора Отнесла мусорный жбан Александр Васильевич Взял Двадцатый хвост И так хочется сказать, что у нас На одной из рыбалок Был двадцать один Вот прямо поклевывает при мне Двадцать один хвост у нас был Сейчас двадцать То есть еще парочку Мы как-то пытались перебить этот результат Но ничего у нас не вышло Тогда мы на девятнадцати остановились Но сегодня уже приближаемся Посмотри, Саш Вот на эту На эту Она, по-моему, слышит, что о ней говорят От двадцать первой Двадцать один Двадцать один Это очко Александр Васильевич Да-да Ну вот Двадцать первый Главное его вытащить А то он может там Воображает Из себя Что о нем говорят Ну то есть на ходу Идет рыбка Такую рыбалку Не только мы, наверное, любим Ее любят все Ну, судя по воде Не очень С сопротивлением И Двадцать первый Сравнялся Поэтому сегодня По количеству хвостов Должен быть рекорд Ругая Только что обновили Закинули Спиннинг Половина четвертого И Идет слабенько Но идет Судя по кругам По кругам на воде Ну и что Неплохой Он же знает Что он Двадцать второй Рекордный Мог ли он Прийти маленький Красивый Могливый ты мой Обязательно На обложку попадешь Даже если Ты не будешь Не самый большой Но на обложку Попадешь Он же сильный Он же сильный Он же сильный 22, как-то я его пообещала на обложку, а его стоять. Пошел прямо сильный, пусть не проливной, но очень сильный идет дождик. Небо, видите, необлажное. Но мы придумали вот такой грибочек. Он, наверное, для этого и служил. Правда, эта дикточка лежала просто на земле. А Александр Васильевич, вот, раз, и грибочек. Хоть ночуй. Палатка-то у нас есть, но ее надо было разбирать, мы ненадолго приехали. Пока вот так вот прячемся от дождя, который идет. И пока идет дождик, я тут в укрытии спряталась. Александр Васильевич пошел обходить свои владения. Хочу передать привет еще нашему одному подписчику, Василию Маскаленко. Он регулярно пишет нам отзывы, комментирует наши фильмы, дает дельные советы. Поэтому, Василий, мы передаем вам огромный привет. Надеемся, что все-таки скоро мы встретимся на водоеме и познакомимся поближе. Ну, а пока ждем следующую поклевку. Итак, время половина пятого. Червячков осталось там на пару штучек. У нас было пять спиннингов, которые самые непродуктивные. То ли спиннинги, то ли место, куда бросал Александр Васильевич. Он начал их сматывать потихоньку, потому что темнеет нынче рано. Еще дождиком понамочила вещи, чтобы это сейчас аккуратно сложить всю машину. Ну, а некоторые спиннинги вот еще будут продолжать стоять до последнего. Меня посадили контролировать колокольчики, бубенчики. А он собирает, сматывает удочки. У нас на сию минуту, на сей час 22 хвоста. Сейчас немножко попозже подиум уже я застелила. Застелила, вывалим, нафотографируем, взвесим. Ну и пока еще не прощаюсь с вами. Еще какой-то час мы будем здесь на воде. Место за нами уже занято. Уже еще часа, наверное, уже вот Сергей часа 3, а то и 4. Левее туда, на самом пляже рыбалит. В ожидании нашего места. Пожелаем и ему ни чешуи, ни хвоста. Он будет здесь ночевкой остается. Ну вот наш сегодня радужный улов. Еле собрала их в кучу, потому что все сопротивляются, вывалились в грязи. Но кое-как я их собрала. Посчитаю, наверное, уже дома на экране. Ну, предположительно, должно быть 22 штуки. И это рекордное число, то, что мы смогли взять в этом году. Пока рекордное. Я думаю, что и этот рекорд. Сейчас мы всех их посадим. Положим опять в пакет, мешочек и завесим. Завесим общим весом. И вот прямо 4 большие. У нас самый большой был вес в этом году 2,300. Посмотрим, есть ли трофейный, да? Как это называется? Если самый большой, то будет он трофейным. Окажется ли он в этом году трофейным. С ним и сделаем фото на память, на обложку. Я им обещала, что если хорошо будут себя вести, то попадут на обложку ролика. Ну, а вы, если вам было полезно, ну, или хотя бы интересно наше видео, ставим лайк. Подписываемся, кто еще не подписался. И нажмем на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий выпуск. Закрытие сезона мы еще не делаем. Если такая рыба гуляет в Дону, какое закрытие. На улице, вы видели, у нас тепло еще относительно. Ну, дождик тоже не помеха нашему виду отдыха. Мы рыбалили напротив Красного Оксая, на Зеленом острове находимся. Время сейчас где-то, наверное, часов 17. Александр Васильевич, мне кажется, у нас один спиннинг оставался на воде. Уже сматываем. И, по-моему, он побежал за 23-м. А эти прямо не хотят лежать на месте. Сейчас пронаблюдаем. Удастся ли у него. Уже червя у нас нет. Сейчас все посмотрим. На наше место вот Сергей будет рыбалить. Он уверяет, что они вот ловили немножечко. Сейчас от нас стоят в очереди левее. И 6 штук они поймали на сухого нереса. Небольшой, но 23-й. Так что все хорошо. Ну, на этом уже больше мы их закидывать не будем. Спиннинги, потому что и червей нет, и время темнеет, и на работу идти надо. А как хочется еще задержаться с ночевкой. Я даже сегодня забыла сказать, что прошлая наша рыбалка была в Рогожкино. Практически никакая. 7 бычков большие, больше ладошки. Таких громадных я не видела. И 2 небольших сазанчика, крохотных. И еще крохотный ласкерик. Или ласкарик. Все никак не выучу, как правильно он называется. Вот. Думали, что там сазаны. Но что-то рыбалка была не фартовой. А здесь, конечно, мы очень радуемся. Поэтому следите, продолжайте следить за нашим каналом. Пишите в комментариях все, советы, подсказки. Что-то, может быть, у вас какие-то новые идеи. Ну и, конечно, еще мне очень интересует, что вы готовите вообще из рыбы. Если у вас даже не ловится пеленгас, что вы готовите из рыбы. Потому что одно и то же кушать не хочется. Хочется еще, что у нас рубрика есть, домашняя вкусная ежка. Мы рассказываем, что можно приготовить. Как вкусно приготовить такую классную, вкусную рыбу. Пишите мне в комментариях рецепты. И я приготовлю именно по вашему рецепту. И передам вам большой привет. А сейчас всем взвешиваться. Считали, считали. Видно, при ловле были сходы, и я где-то сбилась. То есть последний, который только что вытащили, он оказался 22-м, а не 23-м. Значит, в зачете будет. Но я еще внимательнее дома на экране посчитаю. Потому что все в глазах рябит, темнеет рано. Надо еще взвеситься. Будем считать 22. Можете посчитать и вы. И в комментариях написать, сколько же рыбы, сколько хвостов мы поймали. А нам надо быстренько взвешиваться. Ну вот, одного из крупных посадила. Два сорок. Ноль. Ну да, по нолям. Пытаемся поднять нашу эту. Ну, эх, 16,60. 16,50 даже не знаю. 16, ну да, она мелькает. 16 килограмм. 16,5. Так что, пересчитала, сажаю в мешок. Их всего 22. И весом 16,5. Поэтому, здравствуйте. Вес мы не смогли побить. Но сегодня все равно зачетного не было и хвоста. Он оказался только на вид большим. Но количество хвостов сегодня было 22. Оставайтесь с нами. Вот и закончился еще один наш рыбальный октябрьский денек. Рыбалкой мы довольны очень от души. И погода, даже дождик особо не расстраивал нас. Потому что еще на улице тепло. Время по Москве 6 часов вечера. Но уже, как вы видите, очень темно. Совсем темно. Рыбаки вот еще встречаются. Но практически их нет. По-моему, два человечка. Ну, стулья вон. Типа места занятые, привязанные. Все это есть. Ну и все. Мы с вами, как всегда, не прощаемся. Как я уже говорила, закрытие сезона еще мы не делаем. Встретимся на водоеме. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok